Я подвинчаю пару мифов. Значит, первое. Зависимость от марихуаны есть. Дальше. Обеспеченные точно так же принимают эти наркотики, как и необеспеченные. Если мыслить немножко стратегически, я могу сказать точно. Действительно, существует несколько сотен типов наркотических обезболивающих веществ. Несколько сотен. Как продвигался метадон с 2009 года? Сначала была введена абсолютно хорошая, мирная, тихая программа раздачи шприцов. Потому что бедные наркоманы действительно страдают. Абсцессы, заражение крови и так далее. Книжки выпускали Голландские. Голландия, кстати, выпускала маленькие такие брошюрки. У меня, к сожалению, я не нашла, где ее запрятала. То есть вот эти брошюрки по поводу того, как правильно колоться, где места колоться, куда, чтобы не заразиться и так далее. Чисто забота о здоровье. Сбор шприцов. В общем, отличные программы. И в тот момент я на телевидении, я помню, была какая-то программа антиспидовская в Харькове. Сутки какой-то марафон. Наркологи все криком кричали. Говорили, это первый шаг к легализации метадона. И когда я обращалась вот в эту организацию, которую представлял тогда на тот момент тот товарищ, который выступал в прошлый час. Он тогда метадон продвигал. Говорили, нет, нет, больше храни. Мы метадон никогда не будем. Мы только чисто шприцы. Метадон в Украине. Теперь этот товарищ почему-то продвигает следующую программу легализации медицинской конопли. Я вам хочу сказать, что каждая страна, в которой легализована конопля, она прошла по этому пути. Долгое, красивое обсуждение. То есть я сейчас участвую, собственно, в предупреждении. Долгое, Марина, из ваших слов можно понять, что если легализуют сейчас, власне, марихуану в медицинских целях, то потом легализуют марихуану и в том прояве, в котором ее хочет видеть. Смотрите, это просто программа, это шаги программ. Если кто-то знает такое понятие, как окно Авертона, да, то есть оно очень хорошо описано. Пускай зрители загугляют. Это был такой, извините, я не помню его имени, ученый-исследователь Авертон, который исследовал влияние средств массовой информации и вообще всего. То, чем вы сейчас занимаетесь, это влияние на общественное мнение. И он описывает это на примере каннибализма. Ну то есть сначала люди начинают говорить, вот каннибализм, давайте пообсуждаем. Кто-то начинает говорить, ну что вы, это такая ужасная тема, каннибализм это плохо, давайте не говорить. С той стороны начинают говорить, нет, ну как же, давайте поговорим, потому что где-то едят людей. Через некоторое время начинают говорить, ну те, которые едят людей, ну у них так вот, ну у них заболевание, у них отклонение, вот нетолерантно там и так далее. Вот эта вот штука, она все время сдвигает общественное мнение в сторону принятия чего-то. Будь то принятие наркотиков, я не знаю, тот же метадон, конопля и так далее. То есть либо об этом не говорят, либо об этом начинают говорить и сдвигать в сторону принятия этой темы. Оканчивается это все тем, что в общем-то, ну это конечно было преувеличение, он просто специально выбрал такой пример. Это не только поясниют, это пропагандируют. Все марши за легализацию медицинской конопли, большинство участников этих марши это просто травокуры, которые просто давайте нам свободу и так далее. Это идет про продвижение легализации, потом в конце следующий закон, ну вот мужчина перед этим выступал, видимо, пожилой, который говорил, ну вот плохая восьмого созыва, понимаете, вообще все они вот сейчас мы выбрали хороших. А до этого же мы говорили, кто там Бужанский продвигает, уже продвигает. Зеленский говорил, что за продвижение легализации, то есть это следующий шаг в принципе ожидаемый. Он ожидаемый, потому что есть международный валютный фонд, который нам дает деньги и дает условия какие-то. Я их не читала, но всегда, где международный фонд участвует, там всегда дальше идет легализация метадона, конопли. И всего, что говорил вот этот мужчина, я не буду называть для того, чтобы как бы не выглядеть страшным человеком.